Мы приветствуем вас с этой информационной программой событий. Вот о чем мы расскажем сегодня. Юбилейная Иволга. Чем нынешний форум отличается от первых? Я работал как раз в аппарате полномочного представителя президента. Был заместителем полпреда президента. Соответственно, вот эта Иволга – это лагерь, который, в принципе, я начал. Скоро в школу в поселках Кузнецкого района продолжается ремонт учебного заведения. Отремонтировали, у нас окна поменяли на пластиковые. Первая партия у нас была, потом у нас вторая. Отпетые мошенники. Легендарная группа выступила в городе «Спутники». Вообще, я была в восторге от вашего города. Великолепные. Очень приятные люди, приятная атмосфера, красивые пейзажи. Пускай процветает дальше город «Спутников». Начнем выпуск с событий, которые сейчас разворачиваются в Самарской области. Там проходит молодежный форум Иволга. В этом году на юбилейный съезд было подано рекордное количество заявок. Свыше 20 тысяч из 78 регионов страны, а также из Луганской, Донецкой народных республик. Оттуда первый репортаж выпуска. Образование, цифровые технологии, бизнес – это лишь малый список тем, которые волнуют сегодня молодое поколение. Своими идеями, проектами, научными разработками юноши и девушки делятся на форуме Иволга. Он после двухлетнего перерыва проходит в вочном формате. Однако дистанционное общение сохранили. Посредством онлайн-подключения есть возможность присоединиться к программе еще большему числу людей. Кроме того, участие в этот раз принимают серебряные волонтеры в возрасте 50-65 лет. А для людей с ограниченными возможностями здоровья развернут инклюзивный городок. Ребята, так же, как и все участники форума, входят на свои пары вместе со сменами. Иногда у них бывает обеденный перерыв чуть побольше, особенно у ребят на колясках, у которых все было снижено иммунитет. А потом ребята заканчивают тренинговую программу и идут на специально для них подготовленный опенс поведение. Олег Менченко первым из глав регионов посетил 10-й молодежный форум. Губернатор Пензенской области осмотрел площадки форума, оценил условия, созданные для жизни, а также встретился с нашими участниками. Ребята рассказали о своих проектах. Ханум Корзина разработала муниципальный драйвер. Он призван научить грамотно и правильно подавать заявки на гранты. Проект связан с решением проблемы, связанной с низкой проектной активностью представителей молодежи из муниципалитетов Пензенской области. Из-за имеющегося страха перед сложными заявочными формами и из-за отсутствия у них навыков по написанию проектных заявок на грантовые конкурсы. Всего в этом году участие в Иволге принимает 90 молодых людей из нашей области. Олег Менченко поручил независимо от результатов окружного форума на региональном уровне поддержать проекты пензенцев. Молодцы, потому что сюда же приехать, я знаю, не просто так. Сюда надо сначала свои проекты защитить и, по крайней мере, показать себя таким серьезным образом. Просто открою секрет, когда в 2013 году вот этот форум Иволга начинался, я работал как раз в аппарате полномочного представителя президента, был заместителем полпреда президента. Соответственно, вот эта Иволга – это лагерь, который, в принципе, я начал. То, что сейчас с Иволгой живет, и то, что 10 лет, у меня на самом деле очень радостно на душе. Иволга продлится неделю. Бороться за гранты участники будут в течение всего форума. В этом году два конкурса – окружной и всероссийский. Первый представлен тремя направлениями. Победители получат денежное вознаграждение до 500 тысяч рублей. В рамках второго у молодых людей есть возможность выиграть до полутора миллиона рублей. Перенесемся в Кузнецкий район. Там, в селе-поселке, продолжается масштабная реконструкция местной школы. Во время учебного года ее посещает большое количество учеников. Поэтому и внимание властей к ней повышенное. В прошлом году учреждения образования обновили спортивную базу – мебель в актовом зале и окна. Теперь ждут замены всех инженерных коммуникаций, обновления потолка, стены, пола. Спорт в школе имени Героя Советского Союза Ивана Кузьмичева – дело престижное. Здесь подготовили не одного чемпиона. Сейчас в образовательном учреждении есть вся материальная база для достижения новых высот. В прошлом году построили современную площадку для сдачи норм ГТО. Больше всего мне здесь нравится тренажерная гибкость, потому что я танцор и я сдаю гибкость постоянно. Здесь очень удобная площадка, здесь очень удобно собираться вместе, гулять, посидеть или просто позаниматься спортом. Для мальчиков они очень часто здесь качаются. В холодное время года для занятий физической культурой сейчас у детей есть обновленный спортивный зал. В прошлом году в нем отремонтировали потолок, стены и полы. Теперь здесь светло, сухо и тепло. А для актового зала в средней школе села-поселке закупили зрительские кресла. Эти ремонтные работы – результат выполнения поручений губернатора Олега Мельниченко. Образовательное учреждение он посещал в ноябре прошлого года. В школе в настоящее время обучается 432 ученика. Для сельской школы это много. Классы у нас здесь 25-27 человек набирается. В прошлом году провели большой ремонт. Отремонтировали у нас окна, поменяли на пластиковые. Первая партия у нас была, потом у нас вторая. В следующем, в 2023 году, школу в селе-поселке отремонтируют капитально. Полностью заменят инженерные коммуникации, обновят полы, потолок и стены во всем образовательном учреждении. На это выделено более 50 миллионов рублей. В рабочем поселке Зиммечино тем временем подводят итоги реализации программы формирования комфортной городской среды. Впервые в этом населенном пункте благоустроили не общественную территорию, а тротуар. Заасфальтировали более полутора километров пешеходной зоны у центральной дороги. По этому тротуару Любовь Костик ходит ежедневно. И теперь она, наконец, может сделать это беспрепятственно. На месте разбитого асфальта уложили новый. Женщина одна из тех, кто добивался того, чтобы пешеходная зона вошла в программу формирования комфортной городской среды. На благоустройство выделили более 7 миллионов рублей. Я проживаю в начале улицы этой, которая очень у нас главная и длинная. И на протяжении всей жизни мне приходилось по бывшему тротуару, который был уже вообще непригоден, ходить. Сейчас мы очень довольны. Тротуар длинный, еще будет продолжение. До центральной нашей центра, до работы, до школы. Улица Ленина самая протяженная в рабочем поселке Зиммечино. И хотя в федеральной программе формирования комфортной городской среды населенный пункт участвует уже 4 года. Это первый тротуар, который по ней благоустроили. Раньше все ресурсы уходили на общественные пространства. Первоначально мы разработали концепцию благоустройства, в которой ходили разные общественные пространства. Акцент делали на безопасность пешеходной зоны и комфортность проживания. Были благоустроены общественные территории с 2019 года. Это культурно-спортивный парк, сквер на площади Победы, сквер перед зданием районного дома культуры. На данный участок мы заходим комплексно. И в планах планируем сделать как освещение пешеходной зоны, так и отдельные участки, благоустроенные к подъезду по улице Ленина. Пока же на улице Ленина уложили 1 километр 700 метров нового асфальта. Всего же протяженность объекта почти 4,5 километра. Оставшуюся часть власти рассчитывают благоустроить в следующем году. Спере ситуации с распространением коронавирусной инфекции. В регионе отмечен незначительный рост числа заболевших. За минувшие сутки у 44 пензенцев обнаружен ковид-19. Из них 12 человек госпитализированы в медицинские учреждения. Остальные проходят лечение дома. Также стало известно, что с болезнью накануне не справились два пациента. А вот выздоровело 29 наших земляков. Один человек погиб, и еще двое получили различные травмы в результате ночного ДТП в Каменском районе недалеко от села Скворечного. Там в кювет улетела отечественная легковушка. Судя по характеру повреждений, удар пришелся. Только на переднюю часть автомобиля. Известно также, что водитель не превышал скорость. Стрелка спидометра застыла на отметке 70 км в час. Владелец Лады, 48-летний мужчина, от полученных травм скончался до прибытия медиков. Пассажиры, женщина 1984 года рождения и мужчина 1990 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данному факту проводится проверка. Сегодня сотрудники органов следствия отмечают профессиональный праздник. Дата выбрана не случайно. 25 июля 1713 года был издан именной указ Петра I о создании следственной канцелярии. В Пензенской области к этому событию приурочили заседание коллегии, на которой подвели итоги работы силового ведомства за первое полугодие. В раскрытии преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков за первые шесть месяцев 2022-го пензенские следователи достигли сверхрезультативности. В период с января по июль завершено расследование 122 уголовных дел. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель составляет 1000%. При этом речь идет не только о рядовых фактах хранения и сбыта запрещенных веществ. Несколько человек задержали с крупными партиями. Это один из главных показателей успешной совместной работы силовых структур региона. Говоря о новых тенденциях, следует отметить, что в условиях проведения специальной военной операции на Донбассе и Украине появились новые статьи в Уголовном кодексе Российской Федерации. Борьба с фейками о действии вооруженных сил России ведется на территории всей страны. Следственные управления по Пензенской области также имеют опыт расследования уголовного дела по статье 207.3 УК РФ по факту публичного распространения под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании вооруженных сил Российской Федерации. Всего за первое полугодие следственными органами Пензенской области возбуждено более 650 уголовных дел «Львиная доля». Расследование тяжких и особо тяжких. По сравнению с тем же периодом 2021-го показатель вырос на 40%. Тем временем, отмечают на региональной коллегии, количество раскрытых преступлений превышает общероссийские показатели. Так, раскрываемость убийств на территории региона составила 100%. Факт в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлеченную смерть потерпевшего – 100%. Из насилования – 92,3%. Подведение промежуточных итогов работы приурочили к профессиональному празднику. 25 июля в России отмечается День сотрудника органов следствия. Вы выбрали профессию, которая требует железной дисциплины, высокой степени ответственности, безупречности, честности, объективности и верности долгу. Органы следствия защищают закон, интересы государства, общества, человека, добиваются привлечения к суду тех, кто совершил уголовно наказуемое деяние. Отличившимся следователям по итогам первого полугодия работы вручили благодарности, почетные грамоты и знаки отличия. Наш один из главных символов Германии, который сегодня утвержден Германическим советом при президенте Российской Федерации, я думаю, на достойное место займет новатские пиджаки. На самых популярных маршрутах Пензу появятся новые автобусы. Это стало возможным благодаря тому, что группа компаний «Дилижанс» расширяет свой автопарк. В ближайшее время его пополнят более 10 машин, но прежде чем они выйдут на рейсы, их проверят технические специалисты. Все для удобства и безопасности пассажиров. Эти принципы остаются одними из главных при расширении парка автобусов группы компаний «Дилижанс». Важно и то, что приобретаются низкопольные модели. Это позволит без труда пользоваться транспортом маломобильным категориям граждан и людям пожилого возраста. Рассматриваются варианты по всей России. Выбираем, скажем так, лучшие, ну и покомфортабельные, которые соответствуют требованиям как и для пассажиров, так и для государства. Группа компаний «Дилижанс» приобретает еще порядка 10 автобусов за счет собственных средств. Техника уже начала поступать на предприятие, и в ближайшее время все машины выйдут на дороги областного центра. Автобусы будут выполнять рейсы по действующим маршрутам в разных частях города. Среди них 66, 70 и 82С. Однако, прежде чем начнется эксплуатация, их как следует проверят и приведут к требуемому состоянию технические специалисты. Для этого базы на Титово есть все сопутствующие, как отрем-зоны, так и стоянка, и всего остального. Полностью будет проверять от ходовой и по кузовной. Приводится все какие-то огрехи будут удаляться, ремонтироваться и только потом выпускаться на линию. Как отмечают представители предприятия, на этом в дилижансе не планируют останавливаться. И в случае необходимости рассмотрят возможность дальнейшего расширения парка автобусов в большой вместимости. Холдинг «Термодом» застройщик города «Спутник» подарил его жителям и гостям большой праздничный концерт. Его посвятили 15-му дню рождения микрорайона. Для зрителей в его рамках выступила легендарная группа «Отпятые мошенники». И «Спутник» вновь не только не подвел, но и превзошел ожидания. Город отметил свое 15-летие. И впереди еще много планов, но и сегодня уже есть чем гордиться. 56 многоэтажных домов, почти миллион квадратных метров жилья, развивающаяся инфраструктура, школа, бассейн, детские сады. Спасибо Ибрагимову за все проводимые мероприятия, за эту набережную. Чудесно просто. Когда был выбор, где выбирать жить, мы выбрали «Спутник». Очень весело, очень интересно. Нам всегда нравится. Мы приходим, смотрим, веселимся. Стать свидетелями масштабной шоу-программы и поздравить «Спутник» с днем рождения собрались тысячи гостей. Село Русский, Камешкир, приехали специально на концерт, на отпетых мошенников. Мы все это очень любим, все здорово, все классно, вообще все. Мы поздравляем «Спутник» с 15-летием. Все шикарно, все замечательно. Отдыхаем, все супер. Ждем концерт. Добавили драйвы и порадовали публику своими хитами главные хедлайнеры праздничного концерта. Питерская команда «Отпетые мошенники». Кричали, пели и танцевали. Проникнуться атмосферой праздника и поздравить «Спутник» с 15-летием приехали и друзья из Саратова. Вообще я была в восторге от вашего города, великолепный. Очень приятные люди, приятная атмосфера, красивые пейзажи. Пускай процветает дальше город «Спутник». «Отпетые мошенники» очень классные, очень зажигательные песни, все нравится. Отрываемся по полной. Если гости могут себе позволить отдыхать и отрываться по полной, то у строительного холдинга «Термодом» еще много работы. Проект комплексного развития территории выполнен только на треть. Питерская команда «Отпетые мошенники» Сначала музыка, затем кино. Компания «Застройщик территории жизни» совместно с Ростелекомом организовали для горожан показ фильмов на свежем воздухе. Первый такой в этом сезоне прошел накануне вечером. Наша группа тоже была на мероприятии. Жилой комплекс «Лугометрия» в Арбекове еще только строится, а здесь уже многолюдно. Взрослые и дети пришли сюда, чтобы послушать живую музыку и, главное, посмотреть кино. Ведущий «Застройщик территории жизни» и интернет-провайдер Ростелеком уже второй год подряд проводит фестиваль кино на природе «Кинометрия». Подборка интересных как отечественных, так и зарубежных фильмов представлена из коллекции видеосервиса «Винг». Семья Зверевых в прошлом году не пропустила ни одного показа. К сожалению, у нас нет такого мероприятия на севере, поэтому мы ездим сюда, в Арбековскую заставку. Но было очень интересно. И помимо того, что мы получили удовольствие от просмотра фильма, мы еще и призы получили. Видеосервис «Винг» — это цифровая платформа мультимедийная, созданная разработчиками команды Ростелекома. Ростелекома — это 100% российский продукт, который уверенно входит в число лидеров онлайн-кинотеатров страны. Ежемесячно сервис «Винг» пользуется более 10 миллионов наших клиентов. Такие показы станут доброй традицией и, как и прежде, постоянных зрителей снова будут ждать сюрпризы. До 28 августа, каждое воскресенье, всех мы ждем в жилом комплексе «Лугометрия» и группа компаний «Территория жизни» и компания «Ростелеком» покажет вам прекрасный фильм. И вы можете провести время с семьей на открытом воздухе, на жилой природе за замечательным просмотром кино. На открытии фестиваля «Пензенцы» посмотрели семейную комедию «Семья года». Очередной кинопоказ запланирован на следующее воскресенье, начало в 20.30. Это еще не все. После рекламы продолжим. Оставайтесь с нами. Квартира «С-класса» Все виды инъекций по ценам 2021 года. Клиника «Нева» 8 800 222 0303 Это первый день твоей новой жизни. То, что было вчера, не имеет значения. То, кем ты был прежде, уже никого не волнует. Теперь важно то, кем ты будешь сегодня. Сегодня. Что ты знаешь о себе? На что ты способен? Вопросы могут остаться без ответов. Но разве ты сможешь потом спокойно спать? Познать себя. Познать границы своих возможностей. К черту границы. Ты готов ломать себя. До изнеможения. Каждый день. Здесь боль. Закаляет. Шрамы. Повседневность. Это ты решил себе что-то доказать. Это ты пытаешься увидеть в каждой тени своего врага. Потому что без врага нет боя. А без боя нет победы. Но на самом деле. Главный враг это ты. Вчерашний ты. Твоя задача выследить врага. Догнать его. Превзойти. Стать лучше, чем он. И вернуться назад. Победителем. Потому что завтра. Первый день твоей новой жизни. Пришло время спортивных событий. На стадионе Первомайский прошли не совсем обычные соревнования. Там на закате дня устроили забеги любителей и приверженцы здорового образа жизни. На радость организаторов на их призыв посвятить вечер бегу откликнулись не десятки, а сотни человек. Провожала на старте и встречала на финише их и наша съемочная группа. На старт. Внимание. Дети постарше и совсем маленькие с азартом ринулись со старта. Кто-то больше для самоутверждения, а кого-то с облазнительной наградой мотивируют родители. Как бы там ни было, практически все маленькие атлеты достойно справились с дистанцией в 400 метров, пробежав полный круг на стадионе. Веришь, что мама купит айфон? А то, что 13-й проба? Как тебе вообще забег понравился? Ой, темно. Второй забег был корпоративным. Сотрудники предприятий и организации «Пенза» посостязались в товарищеской эстафете пять раз по тысяче метров. Но среди участников были и те, кто работал на личный зачет. Так Денис Волков готовится к аналогичным стартам, которые скоро состоятся в Санкт-Петербурге. Замечательно прошла. Единственное, что очень большая влажность, очень жарко, тяжело дышать. Ноги бегут. Выполнил задачу, поставил время, какое хотел. Выбежите с трех минут, получилось. Организаторы уже проводили такие забеги в июне. Тогда желающих выйти на беговую дорожку было 50 человек. В этот раз зарегистрировалось уже 205. Вероятно, сыграло роль разнообразие программы. Так, третьими на старт вышли марафонцы, чтобы пробежать 10 километров. А еще место в спортивном празднике нашлось и волевым людям в инвалидных колясках. Я на самом деле очень рад. Я не планировал, что столько человек будет на втором этапе, потому что дистанция длиннее, чем миля. 10 километров в целом. Но ничего, людям, значит, это интересно. Особенно я рад, что есть много участников корпоративных команд. Значит, бизнес-сфера наша на самом деле спортивная. И это очень круто. В августе бегущие люди соберутся на стадионе снова. И не исключено, что еще более многочисленным составом. А вообще, организаторы видят свою миссию в том, чтобы как можно больше пензенцев стали заниматься одним из самых доступных видов спорта. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Желаем приятного отдыха. До встречи в эфире. Субтитры предоставил DimaTorzok В восточных районах Пензенской области переменная облачность, небольшой дождь. Ночью температура воздуха 16-18 градусов тепла. Днем плюс 27. Ветер восточный и юго-восточный со скоростью от 2 до 4 метров в секунду. В Пензе завтра ожидается переменная облачность, небольшой дождь, гроза. В ночное время на улице плюс 18. Днем плюс 27. Ветер северный от 1 до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.